здравствуйте мои юные исследователи любители всяких там электронных штучек вот приобрел я электронную штучку мультиметр с вайллес подключением то есть можно на телефоне видеть и строить графики того что что он он покажет значит это теста моя любимая фирма возможно даже немецкая качество чудо все прекрасно минусы есть минус номер один это мой мультиметр за 20 долларов те же функции кроме вайллес которые не страшно бросить там на пол или еще что то более того несколько раз у меня было я ставил на прозвонку и тыкал в розетку и сжигал а вот чудо за 300 долларов которые в два раза больше в руку не входят да он стильный дизайн совершенно дебильное подключение ну кто вот так делает даже здесь оно дебильное вылетает хотя бы по 90 градусов она за завернутой короче вот эти вот все фишки не понравились но как его замотать в общем большой такой сумм поэтому дальше использовал его протокол а эти штуки выкинул откладываю я подумал посмотрел и стал искать в интернетах интернет нашел такое чудо и вот такой в принципе соизмеримый с моим компанией обычно и по цене там 50 долларов приемлемые деньги я говорю про вайлес я все хочу видеть на телефоне я на телефон записываю поэтому я показать не могу я покажу потом графики есть одна проблема что к этому меню и к масштабируем графику я уже привык и он ну там условно немецкий или европейский не знаю что за фирма а вот это фуфленди китайская я постараюсь найти print screen это короче школьник класса делал прям приложение для них беспонтовый дизайн никого масштабирования как там все это бежит не посмотреть не сохранить короче все хорошо вот если бы у него был бы дизайн приложения такой же как у тестов а чем еще тестах хорош тем что ты выключаешь что-то еще теста чаще всего гейджи ты синхронизирована видишь и и допустим ампераж и и давление то есть в этом смысле теста конечно лучше был бы он гайденыш вот такого размера вот это все я не использую вот такая штука классная она тоже европейская стоит не сильно дорого не помню сколько это варвес мультиметр единственная проблема у него ограничение по амперажу по моему там то ли пол ампера ну короче какие-то гадские эти гадские маленькие токи смысле он для ремонта там ну прозвание микросхем плат такой молоточки то есть в целом в целом конечно было прикольно да если бы здесь кстати классный дизайн приложение и целом все более-менее хотя с масштабированием тоже права проблем вот эта штуковина мне бы помогла вообще для для чего все я это делал для чего мне варилась мультиметр я сидел тестировал значит для тестировал холодильник холодильник целом был рабочий ну и чтобы обосновать некоторые денежки взять у меня же типа варилась это потом я ампераж поставил на компрессор типа последить как будет работать холодильник подошел все классно и вертая я там прошу те графики скажу что в общем для кидания понтов очень интересно и если бы у меня в то время еще бы и амперметра варилась бы я сказал вот графики ампер вот это кстати был уже то есть я стал практиковать если есть время вот у меня есть любимый холодильник любимый холодильник милле который сейчас узнаю починили мы или нет вот сидишь поставил смотришь графики температуры амперметр нужен чтобы понять когда компрессор включается включается непонятная его логика короче осталось осталось все на том что я себе забираю вот этот здоровенный у него хороший дизайн его подвешал и как он большой но пока во хлориде потестирую в целом интересно маленький тоже был бы интересен но не наши токи он не для чего вот раз раз понты понтами попонтовался посмотрел графики как работает компрессор я тут же полез изучать как работает эйчвак юнит мой эйчвак юнит лично сейчас я покажу фоточку вот и и продолжу сейчас комментарии уже с монитором значит вот дизайн тех китайских тех китайских юнитов которые дизайн приложения тех китайских мультиметров которые там по 50 долларов когда вот такой открываешь лучше по-китайски и как-то прямо сюда раскачивать не хочется но естественно скачал установил там все по-английски было в будущем там как-то все разрисалось даже по моему здесь был график да вот график был но он беспонтовый то есть вот как когда вот такой дизайн вот как как можно было нарисовать дизайн чтобы у тебя ноль бляха был не посередине это что такое и так далее то есть там косяки есть простое сырое в большом классе там или в десятом я делал вот такие вот такие дизайны и такой приложение забыли про них значит пошел я подсоединять к си и нашел что мой капаситор на котором написано 55 здесь написано плюс 10 показывает то всего 40 микрофарад 41 что говорит о том что что он под мал фан шанса под испортился то есть произошло забыл как это словно называется как короче ухудшение ухудшение характеристик его произошли значит вот как я подключал я сделал табличку сейчас я покажу замеры я так понимаю у каждого нормального техника есть универсальный капаситор можно им переключая эмпирическим путем подбирать подбирать нужный капаситор для юнит если если вы не знаете там какой капаситор был примерно там плюс-минус где ампер меньше там там того будет наша вот я замерял давление я хотел посмотреть от того что вот плохое смещение этой фазы будет ли мотор допустим меньше давить вот то что то что он там должен будет греться конечно мы этого не услышал что шумный очень но я думал давить будет меньше но показалось что ничего меньше не давит значит вот я прям по скидывал сделал график там и на сколько-то минута 35 запустил его запускать пытался выжидая пять минут чтобы запускался всегда на 120 на ровном давлении на 40 микрофарадах на 45 на 50 на 55 потом 60 у меня был а потом у меня 65 не было я не стал собирать сделал 70 эти все графики я объединил масштабе используя программу мой любимый корал дро значит что мы видим это давление она прыгает от 230 там до 260 наверное вот здесь не посмотри ну-ка если тут 40 смотри 44 48 50 но что-то под 60 но вот эти последние два замера я считаю высокие давления пол то есть четыре они где-то вот в одной области область небольшая 230 240 то есть невелика разница а те чуть повыше там 250 потому что за там час или 40 минут у меня нагрелась квартира и пошел горячий воздух я думаю что немножечко приподнялось давление это горит о том что какой бы там капаистр наверно не был сырует давление будет одинаково на накачивать может совсем если там что-то плохое то может и не я не увидел корреляцию от того что капаистр был 40 и капаитор был 55 чтобы давление изменилось то есть думаю что дело не не в давлении теперь поехали на на значит это вот там 1 15 16 17 а это капаитор 40 45 видно что 40 капаитор было 16 там с половиной 16 6 45 чуть поменьше ампераж то есть это поиски периодическим путем нужного нужного капа капаитор 50 сразу упала до 15 с половиной 55 тот который рекомендуется заводом производительным там 15 и 2 60 опять вернулась вверх это говорит о том что 55 это вроде как нормальный самый самый подходящий капаитор для этого мотора но случилось чудо папа капаитор я перед перепроверил они 70 у меня аж 68 и он был самый экономичный это говорит о том что я продолжу исследование я сейчас потом уже приеду на только к осени по втыкаю разные капаиторы по боли и посмотрю почему так получилось что то есть по идее 68 должен был где-то вот тут где 60 где 45 то есть он должен был больше больше брать мощности дайка посмотрим еще еще раз не может же быть такого она случилась так 70 да вот он 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 работал где-то на 14 там и 9 14 9 а 55 который был самый лучший он работал на 15 и 2 то есть чуть чуть хуже чем 70 это говорит о том что как будто бы нужно было поставить 70 к чему я все это рассказываю тогда вы приходите на мэйн тэнэнс на мэйн тэнэнс допустим доллара дэй я считаю что нужно приговаривать капаитор независимо от того хорошего или нехороший ставить новый показывать фотку клиенту старого капаитора можно наверно такую фотку не замучишь чтобы старый капаитор был и вот тут циферки правильные но по крайней мере две фотки старый капаитор и новый я пришел на доллар и дэй взять 185 давайте так я с вас лучше возьму 245 и новый капаитор за 6 долларов и того 300 чем 185 то есть это один из методов один из методов увеличение 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 продажи увеличение как у total для чего почему как потому что наш техник сделал исследование и вообще мы техники очень смарт мы нашли что ваш капаитор на так 55 минус 55 здесь на 30 процентов этом на 25 вот у меня должен был быть 45 осталось 45 процентов потерял свою мощность потерял свой как опасить способность способность хранить электричество это привело к тому что ампераж вашего двигателя вырос ампераж вырос потребление только выросла потребление только вы выросла вы за тот же вы за тот же холод стали платить дороже мало того что срок службы двигателя сократился от того что он работает не в нормальном режиме от того что часть энергии уходит не на вращение мотора она нагревание обмоток потому что нити не тот с дипов по фазе тройки это все приводит к тому что вы можете потратить денежки на новый мотор вы можете потратить денежки на просто переплатив забил не думаю что нужно делать пример и и рассчитывать 17 центов высока там мощность мотора ну даже 5 киловатт а подожди 5 если он 15 ампер 15 ампер ампер разница разница в ампер на 240 вольт 0 0 2 киловатта 0 2 на 20 даже центов на 20 центов что там четыре цента или 54 пусть центов час у кока сколько работает компрессор ну допустим восемь часов в день он работает треть на 8 8 на 4 32 калькулятор считать и на 30 до так 4 на 8 умножить на 30 смешная смешные 1000 центов 10 долларов в месяц это переплаты за 1 киловатт 10 долларов в месяц 120 долларов в год наверно или обсчитался или не нужно говорить этих цифр ну что скажешь в манхэттене вы переплачивали аж 100 120 долларов поэтому заплатите мне 300 нет это говорить не не нужно нужно говорить что когда мотор когда компрессор мотор компрессора работает не в секторе настройках если капок капа ситор капа ситор вообще рекомендуется там раз в год или в два в два года до менять и я заметил что ваш капа ситор потерял capacity уже вот скажет замерь при мне таких наверно ушлых то не бывает но если замеришь и будет правильные правильной капать и скажу ох блин только что замерял было 40 а сейчас 55 но это тем при час он будет то 40 то 55 прыгать короче моя рекомендация поставить новый на вам это будет там на 120 долларов дороже относительно всего мэн теннинс но но вы сейчас получите и мэн теннинс и новый капа ситор вот для чего это все провел кто хочет купите себе варлес варлес мультиметр стройте графики радуйте клиентов красивыми картинками они подумают что вы очень крутые и умный парни слева такую картинку запустили компрессор да можно было бы еще два гейджа поставить еще лоу сайт но просто просто вложенный некий график в в отчет это отрыв башки то есть более того этот отрыв башки когда там нарекол прийти там через полгода через год вспоминать по графику в целом можно что-то определить и понять по крайней мере вспомнить как работал юнит тем пока всем спасибо покупайте классные электронные тулсы используйте их зарабатывайте больше денег